Мне кажется, что вы человек, который на самом деле, как мне кажется, во-первых, умеет прощать, и во-вторых, в общем-то, и вас ведь умеют прощать. Я относительно недавно беседовал с Михалковым, он сидел на вашем месте, и он мне с восторгом просто рассказывал, с восхищением про вас, о небольшом эпизоде в Утомленных Солнцем 2, что вот вы согласились сыграть буквально несколько секунд, и что эти несколько секунд, они стоят целого фильма. И меня что-то поразило. Его совершенно искреннее, восторженное отношение к вам, при том, что вся страна помнит эпиграмму, там, Россия, слышишь, это страшно. Это не моя эпиграмма. Это не ваша эпиграмма. Эта эпиграмма написана в конце 17 века, там другие фамилии, а она абсолютно соответствует Михалкову. Я не могу от этого отделаться, я уже мне присвоили... Да что вы говорите, потому что я был убежден, что это ваше, я думаю, как вот... И до сих пор это сейчас печатается. Я приехал, написаны эпиграммы Гафты, я открываю, там одна моя, а 28 мне незнакомых. Хорошо, а разве вот эти эпиграммы, которые, вот у меня было издание эпиграмм, разве это не вы сами это делали? Что, я сумасшедший? Кап, а почему нет, почему не издание? Что, я ненормальный? У меня есть книжечка, там есть эпиграммы. Но эпиграммы, которые мне приписываются, страшные, противные. Написано там, господи. Так а кто же их пишет? Это какие-то анонимы пишут? Анонимы? Очень странно. Анонимы пишут, и они отказываются от своих. Но анонимы пишут, плохие эпиграммы. Плохие в каком смысле? Плохие по посылу или плохие по форме? По форме и по посылу. Наглые, оскорбительные. Я понимаю, что эпиграммы это такой жанр, где на грани оскорбления и восхищения. Ну да. Понимаете, где сжимается одно и другое, трансформируется, гиперполизируется и подается в секунду суть какого-то явления или часть характера. Тогда это хорошо. Я, например, Ия Савина, моя подруга, любимая моя подруга, которая мне очень помогала, когда я сочинял эту пьесу. Я ей написал эпиграмму. Две. Одна вот, глазки серо-голубые, каждые добрые вместе злые. Это Дия. Интересно. Ее любимой была после «Дамы с собачкой», все это правда, они в раке, не вовсе не шизофрения, в Крыму гуляли две собаки. Поменьше шпиц, побольше и я. Она любила это. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.